Международный день борьбы женщин за мир Испокон веков женщины считаются нежными созданиями и хранительницами домашнего очага. Часто их называют слабым полом, но это неправильно. Самой природой в женщине заложено стремление защищать своих детей, родных и близких, от всякого рода неприятностей. Естественным желанием каждой женщины можно назвать установление мира где бы то ни было, в кругу семьи, обществе, на всей планете. Особенно остро это желание проявилось в неспокойном 20-м столетии, в котором общество потрясли две мировые войны и множество локальных военных конфликтов. В непростое послевоенное время женщины ощутили потребность в том, чтобы быть услышанными. Они полагали, что огромные потери, понесенные миллионами семей по всему миру, бессмысленны и не могут быть оправданы политикой. Женщины-матери начали объединяться в организации и вести агитационную деятельность, направленную на предотвращение и прекращение различных военных действий. Такие ассоциации женщин, выступающих за мир и разоружение, были организованы во многих странах. Так, 1 декабря 1945 года во Франции была основана Международная демократическая федерация женщин. Она объединила женщин разных национальностей, рас, религиозных и политических взглядов. В уставе организации говорится, что она создана для совместной работы во имя защиты и завоевания своих прав гражданок, матерей, трудящихся, во имя охраны и благополучия детей, во имя обеспечения мира, демократии и независимости народов. Женщины федерации категорически не поддерживают агрессию, направленную на беззащитное мирное население. В свое время они выступали против политической кампании США во Вьетнаме, поддерживали демократов, которых подвергали репрессиям в Испании, Португалии, Греции. Известно, что в 1974 году в федерацию входили 112 национальных женских организаций 97 стран мира. Советских женщин в ней представлял Комитет советских женщин. По состоянию на 2016 год организации МДФЖ вели активную работу в 86 странах мира, в том числе в России. За время своей деятельности Международная демократическая федерация женщин внесла заметный вклад в дело защиты мира и прав женщин в укрепление социального прогресса, демократии и национальной независимости. Учитывая неприходящую роль женщины в обществе, в 1980 году федерация в рамках недели действий за разоружение приняла решение ежегодно отмечать Международный день борьбы женщин за мир и определила для этого праздника дату 25 октября. Задачей праздника является не только защита матерями, женами и сестрами своих сыновей, мужей и братьев от кровопролитных войн и бессмысленных вооруженных столкновений. Делается это для того, чтобы все женщины мира могли вести совместную борьбу во имя защиты своих прав, ради охраны детей, обеспечения мира, демократии и независимости народов. В этот день устраиваются всевозможные тематические акции, собрания, транслируются передачи на телевидении, по радио, в прессе печатаются статьи, посвященные данному событию. Участницы форумов и фестивалей делятся своими достижениями и успехами. Этот праздник глубоко символичен, ведь именно женщины дарят жизнь ребенку, и их стремление во что бы то ни стало сохранить мирное существование людей на Земле совершенно логично. Кроме этого, День борьбы женщин за мир объединил активных представительниц слабого пола для агитационной деятельности, направленной на предотвращение и прекращение различных военных действий. Подобную деятельность женщины начали проводить еще в конце XIX века, когда широкое распространение получило движение пацифизма. Пацифизм – это идеология сопротивления насилию ради его исчезновения. Пацифистское движение – это движение за мир. Его участники пытаются противодействовать военным методам решения политических конфликтов. Пацифисты осуждают всякую войну, отрицая саму возможность войн быть правомерными, освободительными или священными. Одной из первых женщин, кого в мировом сообществе признали истинным борцом за мир, стала австрийская активистка баронесса Берта фон Зутнер. Многие историки уверены, что во многом благодаря ее инициативе Альфред Нобель в 1901 году учредил Нобелевскую премию мира. В начале своей деятельности Берта фон Зутнер писала статьи, эссе, романы, в которых критиковала пропаганду национализма и милитаризма в европейских странах. В 1889 году вышла ее книга «Долой оружие». Этот роман рассказывает о жизни молодой женщины, судьба которой была искалечена европейскими войнами. Роман «Долой оружие» стал горячим протестом против войны с точки зрения жены, матери и семьи, много претерпевшей от ужасов войны. Впечатление от изображенных в романе сцен военного насилия на читающую публику было ошеломляющим. Роман «Долой оружие», написанный сознанием военного дела и человеческой психики, принес популярность не только автору, но и всему антивоенному движению. Книга имела грандиозный успех, выдержала 37 переизданий и была переведена на 12 языков. Популярность романа позволила писательнице установить контакты с европейскими группами борцов за мир. В течение последующих лет баронесса вела активную деятельность в Европе. Благодаря ее усилиям были основаны Австрийское общество мира, Бернское бюро мира, пацифистский журнал «Долой оружие», общество англо-германской дружбы. Кроме того, Берта и ее муж Артур фон Зутнер приложили немало усилий для организационной, информационной и финансовой подготовки Гаагской мирной конференции 1899 года. Роман «Долой оружие» и активная общественная деятельность сделали Берту фон Зутнер одной из самых ярких представительниц пацифистского движения. В результате 10 декабря 1905 года ей была присуждена Нобелевская премия мира. Баронесса стала первой женщиной, удостоенной премии мира. До самой смерти Берта фон Зутнер оставалась деятельным борцом за мир, призывая к объединению стран Европы как к единственному средству избежать мировой войны. Она стала настоящим символом пацифизма. Иронично, что умерла баронесса ровно за неделю до покушения в Сараеве на австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, событие, давшего повод для начала Первой мировой войны. После Берты фон Зутнер Нобелевской премии мира были удостоены 17 представительниц прекрасного пола. Давайте познакомимся с самыми яркими из них. Американский социолог и философ, президент Международной женской лиги за мир и свободу Джейн Адамс номинировалась на Нобелевскую премию мира 91 раз, став ее лауреатом в 1931 году как подлинный делегат всех миролюбивых женщин мира. Денежное вознаграждение, полученное в дополнение к премии, она пожертвовала Международному женскому союзу за мир и свободу. Джейн Адамс была одной из главных движущих сил в национальных и международных движениях за мир после 1914 года. Она выступала против империализма, а также против тех, кто стремится к американскому господству за рубежом, вела активную общественную деятельность, путешествовала и организовывала встречи с дипломатами и политическими лидерами, навязывая им свою веру в особую миссию женщин по сохранению мира. Признание этих усилий пришло, когда Адамс присудили Нобелевскую премию мира. Став первой американской женщиной, награжденной такой премией, она удостоилась аплодисментов за выражение по существу американской демократии. В 1946 году за многолетний, неутомимый труд на благо мира Нобелевскую премию мира получила сподвижница Джейн Адамс, американский социолог и экономист Эмили Болч. Она также была одним из лидеров Международного женского союза за мир и свободу. Эмили Болч занимала активную позицию по социальным проблемам и участвовала в движениях за женское избирательное право, расовое равенство, контролируемый детский труд, за улучшение условий труда. С началом Первой мировой войны она осознала, что ее главной целью является борьба за спасение человечества от угрозы военного конфликта. В годы войны Эмили Болч принимала участие в выработке мирных предложений для воюющих сторон, посетила Россию и скандинавские страны, пытаясь уговорить их правительство выступить с мирными инициативами. Без ее участия не обошлись многие проекты Лиги наций, такие как разоружение, интернационализация авиации, контроль над наркотиками. С распространением нацизма Эмили Болч стала придерживаться жестких антифашистских взглядов, особенно во время Второй мировой войны. В эти годы она выступала за победу союзников и не критиковала действия вооруженных сил, но поддерживала права тех, кто отказался от военной службы по соображениям совести. Даже после получения Нобелевской премии мира в возрасте 79 лет, она продолжала поддерживать рабочие связи с женской международной лигой за мир и свободу уже в качестве ее почетного члена. В списке награжденных Нобелевской премией мира можно найти имена ирландских активисток борьбы за мир Бетти Уильямс и Мэрит Корриган. Деятельность движения сообщества мирных людей, которые они основали, способствовала мирному урегулированию этнополитического кровавого конфликта в Северной Ирландии. Нобелевскую премию мира 1982 года за 20-летнюю деятельность в области разоружения и искусства ведения международных переговоров получила шведский дипломат, политик и социолог Альва Мюрдаль. Премию она разделила с мексиканским политическим деятелем Альфонсо Роблесом. На Женевской конференции ООН по разоружению 1967 года они принимали активное участие в разработке договора о нераспространении ядерного оружия, принятого 115 государствами мира. Кроме того, при ее активном участии был основан Стокгольмский международный институт исследования проблем мира. За свою деятельность в области разоружения Альва Мюрдаль стала обладательницей в общей сложности около семи международных и национальных премий мира. В 1997 году Нобелевской премией мира были удостоены Международное движение за запрещение противопехотных мин и его основательница-координатор, американская активистка Джоди Уильямс. Усилиями движения и лично Уильямс была подписана Конвенция о запрете производства и использовании противопехотных мин, которая полностью запрещает применение, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин. В 1997 году ее подписали более 150 государств. Однако ведущие военные державы, такие как США, КНР, Россия, Индия и Пакистан, отказались от подписания соглашения. В 2003 году Джоди Уильямс выступила ярым противником американской военной кампании в Ираке. В результате она была арестована за участие в демонстрации у стен Белого дома в Вашингтоне. Критикую тогда политику правительства, она подчеркивала тот факт, что США единственная страна на Западе, которая не подписала документ, запрещающий использование противопехотных мин. Усилиями движения женщины в построении мира, организованном ливерийской активистской Леймой Гбови в 2003 году, была прекращена Вторая гражданская война в Либерии. Президентом страны в результате была избрана Эллен Джонсон Серлиф, первая женщина-президент в истории Африки. Обе они в 2011 году были удостойны Нобелевской премии мира за ненасильственную борьбу за безопасность женщин и за права женщин на полноправное участие в построении мира. В октябре 2021 года одним из лауреатов Нобелевской премии мира стала филиппинская журналистка и писательница Мария Ресса за усилия по защите свободы мнений, которая является непременным условием для демократии и мира. Как отмечается в постановлениях комитетов почетного Нобелевского совета разных лет, миссия этих женщин заключалась в том, чтобы они не только врачевали послевоенные раны, но и плодотворно трудились во имя мира на планете, активно пропагандируя принципы человеколюбия и гуманизма.